всем привет хочу вам показать своего гремыку которого я нашла возле подъезда посаженного в земле ему уже почти месяц как он у меня дома вы знаете ничего с ним хорошего не произойдет сначала он сбросил пару листов ну я думала что все нормально как бы это нормально из-за стресса да он бедный там допустим там ночи две может три находился на улице тогда было холодно ну как лето но прохладно холодные ночи у нас в любом случае в москве я думала что все будет хорошо но вот спустя месяц он видите зажелтел вот этот вот лист очень очень медленно где-то вот недельку он желтел этот лист сейчас вот начинается желтизна у этого листочка хотя тургор я вот подставила опоры до чтобы листочки смотрели вверх тургор он набрал вот эти листочки они все равно вот как вам сказать плотные вот этот вот все хорошо я сначала подумала когда вот плотность листочка вернулась ура ура все будет хорошо но увы мне кажется гниет шея хоть я обработала виторосом но это гниль стволика поэтому он желтит листочки хотя тургора его корни хоть они были тогда засохшие все убитые но они работают они поят растения почему потому что но вернулся тургор тургора не было но гниет стволик шейка ничего не сделать его ну как бы я конечно не выброшу не бойтесь у меня столько теперь поклонников не у меня у него мне каждый день человек по пять пир пишет как он как он я его не выброшу я конечно буду с ним до конца ну а вдруг будет чудо и он выпустит вот отсюда новый лист но если честно я конечно не верю в это потому что он но были у меня такие экземпляры которые которые ну не выживали вот вроде бы все хорошо даже вот этот вот лист да он стоит у него не потерян тургор все хорошо но он желтый а желтый это уже мертвая ткань у растения этот тоже уже желтеет желтеет от стволика и так вот смотрите какой видите сверху зелененький как низу желтый я думаю что настанет очередь буквально там недели через две вот этого листочка и он погибнет хотя тургор ну правда вот хороший потихоньку потихоньку гниет шейка даже если я сейчас сниму вот эти два листа у него останется вот такая тоненькая шейка и ну на 90 процентов я уверена что она тоже уже гниет хоть не сильно чуть-чуть я не думаю что можно спасти но вот но честно конечно время покажет если вот появится новый лист то где-то наверное процентов 60 что он выживет но я в это ну пока не верю не знаю посмотрим конечно но вот эти два листа мы уже убираем точно они но все если посмотреть на шейку мы как бы ничего не увидим все равно потому что даже не то что она замазана она закрыта вот этими двумя листочками но она очень-очень тоненькая меньше указательного пальчика если я сниму сейчас вот эти два листа он просто развалится а так у меня все равно где-то есть в глубине души надежда что он выживет но я не верю в это но все равно надеюсь и снимать два листа я не буду конечно если появится листочек молоденький конечно я сниму эти два листа зачищу уберу чешуйки вот вот это будут чешуйки я их уберу конечно я буду верить что вот все будет супер но пока вот там вот пусто не знаю видно вам или нет но там пусто нет ну как бы знаете вот у меня есть розовая девочка она еле-еле но шейка тоненькая один листочек и она растит новый лист но за месяц где-то он на один миллиметр только растет я не знаю получится что-нибудь или нет я вам конечно обязательно покажу ну не знаю давайте сейчас покажу сейчас принесу ее ну вот да это знаете из-за чего у меня погибла орхидейка из-за цитокиненовой пасты не потому что паста плохая хотя вот эта орхидейка она была сильная она у меня цвела домашним цветением все было хорошо но вот как то вот ну не понравилась ей паста гормональная она вырастила двух деток одна детка у меня уже погибла в бутылочке стоит другая ни туда ни сюда она как вам сказать не растет сейчас вам покажу вот детка было две вот там она плавает я не открываю ничего не делаю ну наверное плохо видно уже видите цветонос стал желтым засох но как бы детка не погибает но и толку ноль я бывает периодически вот так вот смачиваю ее но бутылочку оставляю открыто чтобы она высохла ну не знаю но не видно я не могу показать ну вон она она пока жива но время покажет почему-то меня выбила а значит вот это мамочка один лист но не понравилась ей паста вот вот здоровое растение просто взяла и начала погибать но при этом а как бы тургор знаете я даже трогать боюсь тургор она теряет вот этот листочек он теряет но вот там он растет вот вот плохо конечно видно но он растет на мне кажется очень-очень медленно и но я не знаю что получится я конечно не выброшу до конца будем бороться но не знаю что получится не видно но вон он вон он торчит ой вон он видите листочек там сейчас попала кусочек попал мха но он засох но вы его хорошо видите а вот листочек но чуть-чуть торчит я конечно буду бороться до конца не знаю что получится но пока видите он вот это растение оно было здорово но вот вот эти детки из-за пасты но высосали все силы он скинул все листочки корешки сбросил не знаю что получится ну вот пример а вот здесь да много листьев и они потихоньку желтят но я все равно буду надеяться вот на этот один листочек а вдруг понятно что это больное растение понятно что она она зацветет наверное ну не знаю года через четыре-пять но если она выживет вот мне даже не в удовольствие что они цветут а что они выживают не знаю но такая я не не на не нужны цветения главное чтобы они жили посмотрим не знаю что вот с этим будет листочком он правда теряет тургор я прям много-много он закрытой системе я прям знаете вот допустим водичка как-то испаряется он не пьет воду там у него мало-мало такие все засохшие корни водичка испаряется и все равно питает вот этот листочек но как только она вот на половину горшочкой и у него сразу теряется тургор он весь вялый ну не знаю что будет мы будем бороться кто-то скажет выброси и не мучайся я конечно могу выбросить в любой момент вообще у меня ни один ни два ни десять фаленопсисов но вот знаете почему то я не смотрю на здоровые мне неинтересно растут они не растут я вижу что у них все хорошо они хорошо выглядят шикарные огромные листья корни растут и я на них внимание не обращаю но мне вот доставляют ну как-то вот какое-то вот удовольствие вот такие вот больняшки не знаю почему я не маньячка то мне их всех жалко но мне хочется их выходить вот чтобы они до начали расти ожили и я от этого просто безумное удовольствие получаю мне так это нравится ну не знаю я конечно устаю бывает от реанимашек я не спорю бывает мне хочется все закинуть забросить все достали надоели но проходит какое-то время я вижу что у реанимашки что-то начинает расти листочек или корешочек и я тут вот у меня просто как у художника вдохновение все все я расцветаю и мне нужно за ними ухаживать я вот прям каждое утро встаю и бегу ну как ты там ну как ну что-нибудь выросла ну хоть на один миллиметрик ну ну маньячка какая-то вот больняшек мне они нравятся не знаю почему но вот так я вам обязательно покажу будем конечно я буду надеяться что вот этот вот даже он да понятно что он сбросит вот эти два желтых листочка сто процентов но я буду надеяться а вдруг вот этот листочек выживет и он даст не он даст а начнет расти новый листочек я корни не жду главное вот шейка стволик начнут расти листья позже начнут расти корни ну я надеюсь и на этого малыша я надеюсь он красивый он пахучий розовая девочка ну посмотрим конечно я могу пойти и купить эту розовую девочку сейчас они везде продаются но вот не сам факт что нужно вот этого вот спасти вот эту красотку чтобы вот она знаете как птица феникс хоп и воскресло мы посмотрим обязательно вам покажу всем пока до скорых встреч